Сегодня ранец я, все это мог быть любым человеком в Беларуси, выпил за снеданком шоколадную соку, обувся, купил себе каву, различился на кассе и на каждом из этих кроков я и каждый беларус, который начал свою ранец, как я, заплатил неведомому до этого или вельми добро забытому гаманцу Александра Лукашенко. Всем привет, я Станислав Вашкевич, и сегодня мы расскажем об ранее неведомой схеме обкладания беларусов додатковым платежом. На этой схеме зарабляют бизнесовцы, наближенные до Александра Лукашенко. Когда подчас подрихтовки этого материала мы рассказали про эту схему журналистам из других стран, они спочатку слухались с недовером, мол, так не может быть, вы жартуете, а потом гучно смеялись, дивячасься, что такое в уголе Махчима. Подозраю, что вам уже интересно доведаться про что говорка, тому начинаем. Он подарил наследному принцу Панно, двойную голограмму Соколы. А вот с семьей Кулаковых, Владимир Кулаков и Татьяна Кулакова, которые являются родственниками Лукашенко, тоже ваша семья знакома? Слитовы слишком осведомлены. Слушай, я вас с макаров давил, давлю и буду давить. Все началось с того, что мы обратили внимание на вот такую заяву Александра Лукашенко. У нас акцизная марка оборонена лучше, чем деньги в некоторых странах. Нам стало интересно, что же это за такая оборона серьезная? Это действительно некий технологичный прорыв. У Беларуси акцизная марка и контрольные знаки оборонены так называемым голографичным элементом. Это выява, которая створяет чувствование просторовой глубины и изменяется при разных ракурсах, когда вы крутите ее в руках. Вытворчивость охранных голограмм вымагает дорогого специализованного и технологичного обстановления, а методами их створения занимается аптичная физика. Выкористовывают эту технологию в том числе для охраны документов и каштонных папер. Так робятся в многих краинах, ничего незвычайного в этом нема. Незвычайное начинает садалей. Александру Лукашенко уделяет голографии особливую увагу. Это икона? Это истинная икона. Голограмма шоколы. В 2008 году голограмму вручили патриарху московскому и всея Руси, а после произведения в этой технике передавали и другим высоким гостям. Он подарил наследному принцу панно, двойную голограмму соколы. Как известно, эта грациозная и редкая птица является олицетворением силы и мужества. Из рук Лукашенко голографичные выявы отримали папа римский францишек, наследный принц Абудаби, шейх Мухаммед, бензаид Аль-Нахайян, патриарх Кирилл и патриарх сербский Ириней. В Беларуси голографичные картинки выражают среди инжеки в выгляде подарунковых икон. Проблемы в этом устяш нема. По куль, что? Але уже зараз явится. В Беларуси голографичный элемент у обовязковым парадку повинен выкорыстовываться не только на акцизных марках, але и на пашпортах, и на формах патентов, и у видах нажихарства, и на страховых полисах. У країни ахоуные элементы выкорыстовываются на больших 10 видах бланков и документов. Але гэта не усе. Галаграммы так само выкорыстовываются на акцизных марках для алкогольных и тытуневых выробов. Гэта не вельми звычайная штука у свете. Акцизная марка для алкогольной продукции каштует 7 копеек. У Беларуси леты спродали 79 миллионов литров горелки. Коли бей реализовывали в литровых бутыльках, то прибыток от акцизной марки складу 5,5 миллиона рублей, цей больше за полтора миллиона евро. А коли это по пол литра, то это, отповедно, уже 3 миллиона евро на акцизных марках только на горелку. Коль каштует голограмма для акцизной марки, мы не смогли доведаться. Гэта таямница отказала нам засновальник компании-вытворцы о ховных налепок. Не, ну это информация закрытая. Закрытая? Ну секретная же. На том и, так сказать, такая организация, которая не имеет права все рассказывать. А почему? Вы спросите у КГБ, почему КГБ всем не ходит и не говорит, что они делают. Продажи пива увеличаются сотнях миллионов литров. И оно в Беларуси, воодрознении от соседних Польши, Украины и России, так само маркируется контрольными знаками с голограммами. И нареште в крамах можно найти маркированное контрольным знаком с голограммами соки, консервы, икру, каву, горбату, масло, минеральные воды, газировки, мыные сродки, бральные порошки, антифризы, принтеры, ноутбуки, мобильные телефоны, мониторы, телевизоры. И это далеко не полный спис. Голограммы еще и на кассовых аппаратах, например, и на гульнявых автоматах. Необходность выкористания голограмм для маркировки товаров ставили под сумнение на конференции «Холоэкспо» в Санкт-Петербурге в 2022 году. Вот что сказал на эту тему представник соответственно проекту, который создает в России систему литровой маркировки и наблюдения за товарами под названием «Сумленный знак». Максим Курганский, директор по ахове обороту легальной продукции Центру развития перспективных технологий ЦРПТ, оператора державной системы маркировки «Сумленный знак», отзначил, что махчимость уживания голограмм у системы треба доследовать у ходе адмысловых экспериментов. Шмат, что залежит от типу продукции, ее кошту, способу нанесения маркировки. Кали голограмму спробовать використовывать для танных товарных групп, то узнякает питание об экономической метазгодности. Але представник одной вплывовой белорусской компании, про яку мы разповедем далее, настояв, что личбовая маркировка без голограмм не з'является достатково надзейной. И сказал, что в Беларуси оборона только штрих-кодами, как это делается практически во всех наших соседях, будет по-раннейшему просовываться только в сполучении заптичной, то бок с голографичной. В принципе, история с маркурованием будь-якой продукции голограммами, вона достаточно уже застарела. Ну, тобто, это было необходимо, и это был инструмент, когда не было цифровых носителей, и особенно не было возможности швидко в режиме реального времени что-то переверять. А в многих странах, не с раздвинутыми демократами, это стало достаточно простой коррупционной схемой. На каждом товаре такая наценка приносит значный прибуток тому, кто вырапливает эти голограммы, и, зазвичай, это неконкурентный рынок. Таким чином, что мы имеем? В Беларуси голографичная оборона з'является чему-то предметом особенного гонора Александра Лукашенко. Больше зато я могу скластиться вражение, что у нас с охотными стикерами, с голограммами спробуется обклеить литерально все на супераргументах и практицах как Евразвязи, так и союзной Александру Лукашенко России. В чем же причина этой голографомании белорусских уладов? Альбо для начала давайте задамо вопрос по-другому, кому это выгодно? Для кого улады Беларуси створили постоянный массовый попыт на голографичные охотные элементы? У Беларуси выраб охотных голограмм – это деяность, которая подпадает под лицензию. И отгадайте, кольки у Беларуси компании мают такую лицензию. Только одна компания. А зараз глядзите, колено отрымало свою монопольную лицензию. У Саковику 2011 года, и это литерально за некольки месяцев до того, как посыпались постановы Совету Министров, которые увели налепки с этими голограммами на широкий пералик товаров, в приватности на кассовые аппараты и гульневые аппараты. Что же это за компания и кто за ее стоит? Одним из современных элементов защиты ценных бумаг является Юниграмма – запатентованная эксклюзивная технология. Юниграмма – один из основных защитных элементов акцизных марок, контрольных знаков и товаросопроводительных документов. Составная часть для Юниграммы – голограмма – производится компанией «Голографическая индустрия». Таким чином, у нас уже есть назва – «Голографичная индустрия». Компания тесно супрацовничает с Минской паперовой фабрикой, якая выходит у структуры Департаменту державных знаков Министерства финансов. Скорочена – держзнак. Это орган отказывает за политику уголения распроцовки и вытворчасти бланков, каштонных паперов, держзнаков и оборонных документов. Совместно с предприятием «Голографическая индустрия» разработан специальный полимерный материал с элементами защиты с функцией разрушения для производства акцизных марок и средств идентификации. У голографичной индустрии и Державной Минской паперовой фабрики есть при нам все один суместный патент в Беларуси и два у евразийской патентной организации. Еще одна совесть компаний со структурами Министерства финансов – это был директор Держзнаков до 2022 года Сергей Кислухин. Он является су-аутором, засновальником голографической индустрии в семи патентах. Миноваты предприятия Держзнаков помогают компании отримывать стабильный доход. Например, в 2023 году голографическая индустрия перемогла в тендеры на закуп полимерного материала на больше 8 миллионов рублей. И заказником была Минская паперовая фабрика. Только один этот закуп склав пятую частку годовой выручки голографической индустрии – больше 43 миллиона рублей, альбо больше 13 миллионов евро. Чистый брыбок компании за 2023 год – коля 3 миллионов рублей, цель 900 тысяч евро. За последние пять годов – амаль 5 миллионов евро. Выручка голографической индустрии растет при нам все четыре года запор. На сайте компании позначено, что только с 2005 по липень 2017 года предприятия, которые выходят в структуру Держзнаков, реализовали бланковые документы с певной ступенью обороны на сумму коля 1 миллиарда долларов. Означается, что голографическая индустрия целиком забеспечивает белорусский рынок. Как видим, приватная компания, которая занимает особенное место на белорусском рынке голографии, имеет связи со структурами Министерства финансов и выручку, которая стабильно растет. Но это достаточно связи с Минфином для того, чтобы обеспечить себе не только монополию на конкретный вид послухов, но и постоянно директивно поширать рынок этих послухов. Надо еще раз расскажите, какой же этот бизнес. Голография Голография – это, в первую очередь, художественная голография. У меня тут все в художественных голограммах. И кресли в России Полоцкой, и Жировицкой иконой, и Дары Банхвов, и Святой Николой, и Таня Вечеря. Голографичную индустрию засновал Леонид Танин, навуковец. Доктор физико-математичных навук, заслуженный выноходник Беларуси, академик Международной инженерной академии и суаутор шмотликих патентов у сферы аптичной физики. Танина так само называют засновальником школы голографии в Беларуси. Займаться этой технологией он начал в конце 60-х годов, аккуратно, когда ее начали освоивать и в других странах света. Тобок был один из первых проходцев. Леонид Танин был у Радах по пытаниях национальной безпеки при Совете Республики Беларуси и при Старшине Державной Думы России. Танин, расповедая, что минеритой он и домохся того, что голограммы стали выкористовывать на акцизных марках и примаркироваться товаров в Беларуси. Приходилось выступать много и на совещаниях в правительстве. На этот длительный период много здоровья. Я нажил несколько инфарктов, прежде чем добился многого. И поддержку в этой справе Танину выказывали на наивысшайшем узровне. Таких приватников я поддерживаю, бо тут с нуля за кошь своих мозгов и притягнение замежных инвестиций сдолили створить новый напрямок. Такую приватности заяву сделал Александр Лукашенко, уручающий Леониду Танину диплом доктора наук. Лукашенко присудил новоковцу и множество других державных узнагород, премию за духовное отроджение, орден Пашаны, звание заслуженного находника Республики Беларусь, как власть им Леонид Танин, новоковец, чьи распроцовки, признанные сусветной супольностью. А вот сегодня партнеры в голографичной индустрии, как мы высветлили, люди с бизнесом и со знакомствами во владе. Глядите, а про что Танину в склад акционеров голографичной индустрии в Ваходзис? Его внук Вячеслав, другая, заснованная науковцем компания «Магия Светла». Два державные предприемства, Криптотех, уже сгоданного нами Держзнаку, и Институт физики имя Степанова Национальной Академии Наук. Два открытые акционерные товариства, в которых вырабляются алкогольные напои, Менс Крышталь и Берастейский ликерогарелочный завод «Белалка». Но больше всего нас зацекавил вот этот акционер – компания «Технохимтрейд». И она, при нам все на початку 2016 года, володала наивеликшим пакетом акций – 35,5%. Одним властником «Технотрейд» является бизнесовец Виктор Шауцов. Его ранее меди называли «гаманцом» Александра Лукашенко, но все не выпадает, что уже не каждый из вас будет памятать, что это за «йон». «Айон» был одним из бенефициаров «Трастбанка», который в свою чергу имел долю у компании «Белзамежбуд», и эту фирму контролевала так сама держава. Вот тому наше расследование показало, как «Белзамежбуд» разом с державой зарабили на проектах у Венесуэля. Компания выкнула там проекты как минимум на 5 миллиарда долларов. В 2004 году «Трастбанк» назывался «Инфобанком», а про «Инфобанк» шелцов был бенефициаром компании «Белметалы», которая уничтожила в программе «АА» нафтовообмен на харчевание для Ирака часов Саддама Хусейна. Компания «Белметал Энерго» отримала квоты в рамках этой программы «ААА» нафтовообмен на харчевание. Это была очень скандальная программа, и Соединенные Штаты ввели в суперсинфобанку санкции по подозрению о отмывании грошей для режима Саддама Хусейна. Правда, потом их сняли. А вот про голографичный бизнес Виктора Шелцова до нашего расследования не было. И он не только про «Стехнохимтрейд» является формальным бенефициаром голографичной индустрии, но и активно удельничая в ее справах. В базе «Киберпартизан» позначено, что бизнесовец працывал в компании принамся в 2016-2017 годах. А в 2003-2013 Шелцов стал соавтором восьми запатентованных вынаходництв, которые заявникам и правовладальникам были або голографичная индустрия, або магия светла. Еще одна компания семьи Танины. В высоковеку 2010 года Виктор Шелцов значится в документе изменения в статут как старшиня агульного сходу – акционеров компании. Доктор наук Леонид Танин хвалит Виктора Шелцова. И не хавая, именно то и отыграл важную роль в том, что предприемства засыпали дзер замовами. Он государству отдал часть своих акций, потому что поначалу каждая акция стоила у нас 16 тысяч долларов, но он потом сегодня основной процент принадлежит государству. В замене этого государство нам дало заказы, стабильные заказы. А так само, каже Танин, зараз Шелцов решает проблемы с поставкой материалов, с якими складанностями, в том, как в связи с санкцией. Сейчас очень сложные времена, санкции и так далее, но вот надо эту фольгу покупать и другие компоненты. Вот он во многом помогает, способствует. Ну и много других деталей есть, которые нет толкового человека, очень толкового. А прочь гаманца Александра Лукашенко, Шелцова мы нашли и иншую связь акционеров голографичной индустрии с властью Александром Лукашенко. Унук Леонида Танина Вячеслав, экволодая долей у компании и працуя в коммерческом отделе, маясья броски относены со свояками семьи Александра Лукашенко. Мы нашли совместное фото Вячеслава Танина и Владимира Кулакова, мужа сестры-невестки Александра Лукашенко. Яны в обдымку позируют на камеры на открытии крамы женочного однения «Я». На импрезу мужчины потрапили не выпадкова, крамой володая женка Владимира, Татьяна Кулакова, родная сестра Ганны Лукашенко, известная, как Ганна Силук и эта женка Дмитрия Лукашенко. Про ее у нас было расследование про схему на 200 миллионов долларов. У фейсбука мы так само знали подтверждение теплых относингов Вячеслава с Владимиром Кулаковым. Кулаков хавается под сторонкой «БАМ-автомыйный комплекс». Это его бизнес. Вячеслав Танин робит мемы с фото Владимира Кулакова и комментует его публикации. В собрах Вячеслава Танина можно найти и саму Татьяну Кулакову, это сестра Силук, и сестру Владимира Кулакова, мужа сестры Силук, Ганну Кулакову. Танин каже про Кулаковых осторожно, запевнивая, что это знакомство сына и до бизнеса дошедения не мается. А вот с семьей Кулаковых Владимир Кулаков и Татьяна Кулакова, которые являются родственниками Лукашенко, тоже ваша семья знакома? Все-таки вы слишком осведомлены. Но это не я общаюсь с Кулаковым. Я его знаю, но это больше общается мой сын. Это просто по линии, скорее всего, моей невестки. Я считаю, что вмешивать в эти вот семью Кулаковых и какие-то другие семьи, это лишнее даже. Настораживает их. К чему это, я не знаю. А сын навуковца Андрей Танин засветился в бизнесе гаманца Александра Лукашенко. С лютого 23 по люту 24 года он кировал клиникой Мерси. Это одна приватная медустанова, которая на момент наших попередних расследований могла усталевывать эндопротезы. После того, как Лукашенко заборонил их по всей краине, покинувши только одной этой клинице-монополисту. И в своих минулых расследованиях мы так само высветлили, что уладальники к этой фирме Мерси связаны с людьми Александра Лукашенко. А Людмила Неронская, сябровка Лилии Лукашенко, еще один партнер Артур Зубарик, это партнер подсанкцинного гаманца Александра Лукашенко, Александра Зайцева. А женка Андрея Танина, Анжела, она больше за 15 годов пропрацавала акушером-гинекологом у Республиканским клиничным медичным центры кировництва с правами президента. А теперь принимая пациентов во все той же привилеванной клинице Мерси, которая належит сябровцы Лилии Лукашенко. Сам Леонид Танин в разговоре с нами подтвердил, что особисто знакомы с Александром Лукашенко. Таким чином, у Беларуси, где ахоны и аглорамы клеятся практически на все товары, от газировки до ноутбуков и другарок. Одинное предприемство, которое мая дозволна вытворчность этих ахонных голограмм, контролирует фигуранты наших минулых расследований. Уже знакомые персонажи, связанные с семьей Александра Лукашенко. Это же люди, до речи, выпускают и голографичные картины, которые Александр Лукашенко дарит высоким особам, которых мы перелечили на початку. Он подарил наследному принцу панно, двойную голограмму сокола. Такие картины створяет компания «Магия светла», которую так само засновал Леонид Танин. Это первая Волода и его другая женка. И, рассказывает Танин, это одна из двух компаний, которые выпускают с голограмм. Помимо «Магии света» и голографической индустрии, есть еще на рынке Беларуси кто-то, кто занимается голограммами? Нет, никого нет. Большим никого нет. «Магия светла» перемагала на тендерах по процедуре закупа с одной краницы и несколько разов имитовала конкуренцию на торгах с голографической индустрией. Ну, звездные между собой компании. У них, наконец, главный засновальник Танин. Когда филированные компании участвуют в одной закупке, это всегда проблема, это всегда очень большой жирный красный флаг, который нам говорит о том, что, скорее всего, такая закупка может быть сделана под конкретную фирму. А в 2009 году «Магия светла» сопротивлялась с беларусскими спецслужбами. Займалась распроцовкой нового вида голограмм с кодеванной информацией для КДБ. Так а вы как-то связаны с КГБ? Ладно, вы слишком уже начали со мной как-то общаться. Подчас подрихтовки этого материала мы спробовали поразмовлять с внуком Леонида Танина, но он отмывался и отказывает на питание. Я вас за макарок давил, давлю и буду давить. Потом больше, пожалуйста, сюда не звоните. Виктор Шауцов на наши звонки не отказал. Мы отправили западу «Магию светла», но на момент выхода материала отказа не отримали. А сегодня у нас все. Кали ласка, поставьте лайки и подпишитесь, кали для вас это беспечно. И великий дякую нашим патронам, и кеды помогают нам у подрихтовцев расследования. С вами был Станислав Вашкевич. До встречи!